Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А насколько для вас было приятно, неожиданно стать победителем такого конкурса? Было очень приятно, конечно, было и неожиданно, но не буду лукавить, я с той позиции всегда иду на конкурс, что на конкурс всё-таки нужно идти побеждать. Вот нужно сделать для этого всё возможное. Не страшно, если ты не победишь. То есть, конечно, конкурс — это не только победа, это общение, ресурсное общение, профессиональное общение. И в нашей специальности очень узкой специальности, очень малочисленной специальности в нашем регионе. И таких специалистов немного. То есть, когда нас собрали всех вместе, мы познакомились. Конечно, это важно. Но конкурсант на конкурс всё-таки должен идти с амбицией на победу, не с амбицией на участие, а всё-таки бороться за неё. То есть, наверное, это правильно и, наверное, это точка роста для любого профессионала и любой творческой личности. Что для вас было самым сложным вот в этом региональном этапе? Самым сложным? Ну, наверное, обобщить свой опыт. Самым сложным для меня было выбрать из того, что я уже сделал, то, что представить на конкурс. Как бы представить себя грамотно, без лишних слов, без лишних действий, без лишних коллекций, без лишнего. Представить как бы суть, то есть бить в десятку, так скажем. То есть убрать какие-то лишние манипуляции, лишние изделия, лишние строчки, лишние цвета и так далее. Подчистить себя. Вот это для меня лично было самым сложным. Ну и как выглядела ваша коллекция, которая победила? Победила коллекция классика «Чёрно-белая» работа со шрифтами, работа со шрифтовой графикой. Называлась она «Между строк» и коллекция о том, что многие стихи, слова, которые мы говорим, мы говорим не для того, чтобы сказать, а для того, чтобы сделать ощущение, которое возникает между строк. Вот об этом. Наверное, это как-то относится к вашей специальности, к вашей профессиональной работе журналиста. Вы говорите для того, чтобы у нас была информация, но и было ощущение. И важно, что возникнет, какая эмоция возникнет между вашими словами. Вот в эту тишину. Вот об этом моя коллекция «Между строк». А как долго она у вас создавалась? Сколько труда вложено? Ну, сам процесс создания порядка трёх-четырёх месяцев. Но нужно понимать, что дизайн костюма — это не только пошив. Это большая работа в проектировании, очень большой анализ, большой сбор материала, большой процесс эскизирования, набросков и так далее. То есть вот этот процесс, он занимает много времени, порой он занимает года. То есть когда ты назреешь, когда коллекция бывает, что ты покупаешь ткани, они лежат, потому что ты не готов. То есть ты должен быть внутренне готов, у тебя должен быть посыл, чтобы эту вещь наполнить энергией. И она должна быть наполненной. И художник, который это делает, и портной, который это швёт, он должен быть наполненный и заряжен этой вещью. Иначе никак. Ну вот смотрите, впереди вы как победитель становитесь участником ещё и следующего уже финального этапа этого международного конкурса. Как вы к нему будете готовиться? Что нужно, чтобы там, ну не просто принять участие, а занять, может быть, какое-то место? Ну сейчас я уже начал смотреть как бы других участников, начал просматривать другие работы, начал активнее интересоваться этим конкурсом. Конечно, я буду, я обращусь к мнению экспертов, которые меня судили, и надеюсь, что мне помогут советом ресурсным, таким добротным советом, чтобы что-то ещё улучшить, что-то ещё достойно представить свой край. Что-то придётся, я думаю, перешить, что-то придётся доработать, что-то придётся переделать. Я к этому абсолютно готов, готов много работать, чтобы представить максимально хорошо наш регион. Геннадий, а вот можете ли вы нам, ну может быть, приоткрыть такую завесу, такого вашего профессионального пути? Ведь ваш путь, он начинался, ну может быть, в детстве, а может быть, в юном возрасте. Как вот начался этот путь, что вы пришли вот к такому результату? Ну, конечно, это что-то мне неведомое, то есть я абсолютно не загадывал, что я буду шить, абсолютно об этом не мечтал, что буду в этом работать. То есть это, ну так сложилось, то есть это, наверное, что-то в семье, это семья, это мама, это её красивые вещи, это моя бабушка, которая шила, абсолютно не была портным, но шила очень прекрасно, прекрасно рисовала. Это машинка швейная про бабушки, которая стояла у меня в комнате, почему-то она сохранилась, почему-то она стояла у моей детской, почему-то она мне нравилась, почему-то меня к ней тянуло. Да, то есть это какие-то вещи, которые мне непонятны, но они мне так, так для меня значимы, я не могу от них отказаться, я их чувствую. И мне кажется, что вот на сегодняшний день я абсолютно чётко обрадился со своим профессиональным путём, и иду по нему, и хочу у него развиваться. Как это сложилось? Конечно, это институт, конечно, это университет, мой любимый технический университет, институт архитектуры и дизайна. Мои любимые профессиональные педагоги, их личный пример, их личная самоотверженность, люди верной профессии, люди глубоко в профессии, глубоко понимающие. Конечно, они меня зарядили каким-то потенциалом и концептуальным видением мира и так далее, какими-то высшими идеями, миссией дизайна. Мне это понятно. Я понимаю, что дизайн — это некрасивые картинки, это миссия, и мне приятно в ней работать и приятно быть к этому причастным. Ну вот как сложилось? Ну вот так как-то сложилось. А вот смотрите, наш век больших скоростей, всё идёт к какому-то универсализму, насколько к упрощению, наверное, даже. А как вот в этом мире вам, дизайнерам, чувствовать себя? Ведь вы створите какую-то красоту, которая, может быть, стоит на более высокой ступеньке. Ну, об упрощении мы это чувствуем скорее в технологиях. Мы сегодня… Процесс идёт таким образом, что выпускают ткани, которые проще в обработке или которые не нуждаются в обработке. Сегодня несколько упрощается труд портного. То есть появляются какие-то материалы, подкладочные, дублерины, клеевые, которые нам удобны просто, с которыми можно работать, создавать то, что мы хотим. А дизайнерская мысль, если говорить, это отнюдь её не умаляет. И простота, и найти концептуальное решение в простоте, это очень интересно. То есть стрясти всё лишнее и оставить суть, убрать лишние слова из предложения, оставить суть, да, если говорить вашим языком. Это же очень интересно. Интересно подобрать слово, чтобы оно было точным. Интересно подобрать шов, чтобы он был точным, чтобы он был не около, не на 7, не на 5, а в 10. То есть это же интересно. Сделать один шов, но в десятку. Сказать одно предложение, но в десятку. Поэтому то, что сейчас склонность к упрощению, абсолютно никак не умаляет труд дизайнера и труд художников по костюму. То есть вы считаете, что кто будет носить вашу одежду, обязательно найдутся такие люди? Обязательно найдутся, и я знаю своего клиента, и клиент знает меня, и мы прекрасно друг друга дополняем, и нашли друг друга, и рады, что нашли. А на ваш взгляд, вот это люди с какими чертами характера, кто носит вашу одежду? Ну, сейчас я занимаюсь сценическим костюмом в основном, да, и я очень счастлив и рад, что я попал в коллектив Государственного ансамбля «Алтай», в команду профессионалов, потому что мне важна глубина. Вот это та команда, которая не может, то есть от артиста до балетмейстера, директора, хормейстера. Это люди, которые очень глубоко анализируют материал, и он, каждая нота, каждое движение там не случайно, и мне приятно влиться в эту команду, потому что моя строчка тоже не случайна. Я, когда меня туда пригласили, я чётко понял, что я в команде единомышленников. И вот сейчас я занимаюсь сценой, и мы делаем какие-то сценические проекты, я понимаю своё место там, я понимаю, что я помогаю создать образ, я не должен своим костюмом как-то выпячаться, выходить на первый план, потому что, то есть я понимаю своё место, но в то же время я понимаю, как костюм может испортить всю колоссальную работу годами, которую артист делает над собой, титанический труд ежедневный, рутинный, который он делает над своим телом, над своим голосом. Я могу просто эту работу испортить своим костюмом, это просто будет несмотребельно, и зрители на это не посмотрят с восхищением и не увидят этой красоты тела и красоты голоса, не услышат. Поэтому я понимаю свою ответственность, и я горжусь, что мне это доверено делать, и мне кажется, у нас всё получается. И я получаю огромное удовольствие от того, что людям это нравится, нравится артистам, нравится моему руководству, и мне очень нравится с ними работать. Отлично. Геннадий, благодарю вас, что вы были у нас в студии, всего вам доброго. Спасибо, до свидания. Я напоминаю, что у нас в студии был Геннадий Асташов, победитель регионального этапа 12-го международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». До свидания. Продолжение следует...